Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал, с вами Татьяна Сидоренко и сегодня я хочу поделиться с вами очень плачевной историей моей клиентки. Если бы вы знали, как долго я собиралась с мыслями и вообще решала выкладывать такое видео или нет, что же произошло с этими ногтями и как вообще так получилось, давайте разбираться, будет очень интересно и для кого-то, наверное, поучительно. Но для начала я хочу вам показать, что заказала себе и своему мужу в подарок. Кстати, ногти с гелевыми типсами я до сих пор хожу, уже 4 недели, но давайте все-таки раскроем коробочку. Я сделала заказ в ПД Пари, это сертифицированная парфюмерия родом из французского города Граас, улучшенные версии самых известных парфюмерных композиций. Самое главное, что это абсолютно безопасные для здоровья и не вызывающие аллергии парфюмы и они не тестируются на животных. Естественно, декларация соответствия и я заказала себе флакончик 30 мл пластики и 2 по 50 в стекле. Здесь аромат похожий на потал грей и также парфюмы, которые я выбрала для себя. Парфюмы очень стойкие, на одежде держатся у меня очень долго, на коже держатся спокойно до 24 часов, иногда даже и больше. Лучше всего парфюм держится на влажной чистой коже. Все это приходит в упаковочках, то есть можно сделать отличный подарок, не переплачивая за бренд. Посмотрите, какая красота. Оставлю ссылочку в описании под видео и многие уже заказывали по моим рекомендациям из предыдущих роликов и были очень довольны. Но вернемся к нашим ручкам, к моей клиентке. Первое, что мы делаем, естественно, наносим антисептик. И пока я убираю полностью свободный край кусачками, я начну свой рассказ. Дело было так. Моя клиентка перестала ко мне ходить из-за большого количества работы и из-за того, что занялась очень интересным хобби. Хобби, которое плавно переросло во вторую работу. Если бы вы знали и если бы у этого видео было продолжение, я бы обязательно спросила, как вы думаете, чем занималась клиентка? Но нет, все намного проще. Не буду таить, не буду делать никакую интригу. Клиент начал заниматься эпоксидной смолой. Все вы знаете, наверное, что эпоксидная смола дает ядовитые пары. Нужно очень хорошо защищать дыхательные пути и также очень хорошо защищать свои руки. Посмотрите, что пострадали больше всего самые рабочие пальцы. Безымянный и мизинчик, они остались у нас практически нетронутыми. И самое интересное, что когда год ко мне клиент не ходил, когда она решила записаться, она мне даже ничего не сказала. Но пришло время, она пришла ко мне, положила руки на стол. Я, если честно, была в полном шоке. Я была в полном шоке как мастер, как преподаватель, как блогер. Я даже не знала, что сказать. Но предложила ей несколько вариантов. Предложила ей вариант сделать маникюр и сделать зачистку, либо сделать только маникюр. Покрытие в таком случае категорически запрещено. Мы должны видеть динамику. Мы должны видеть, отрастает ли у нас свободный край. Прирастает ли ногтевая пластина. Самая плачевная, наверное, ситуация, это была с указательным пальцем и с большими. Большие пальцы очень сильно пострадали. Они стали очень выпуклые, стали смотреть вниз. Указательный пальчик, вы видите, в точках роста. Сильно разросся анихолизис. И ногтевая пластина там просто раскрошилась. То есть она начала какими-то кусками расти. Гиппонихий твердый. Я не могла понять, это вообще ногтевая пластина или все-таки гиппонихий. Но потом, порассмотревшись, поняла, что да, это твердый гиппонихий, а ногтевая пластина. Вот мы как раз-таки ее сейчас зачищаем. Мы немножко пилочкой на 240 грит сровняли верхушку и приступили к маникюру. Кожа трескалась от любого прикосновения. Я старалась работать максимально деликатно, очень-очень осторожно. Кутикула вообще не поддавалась. Сначала я начала работать апельсиновой палочкой, но потом взяла шабер и начала аккуратно подталкивать кутикулу. Самое важное, что вы должны помнить при этом, это как бы вас не просил клиент, ни в коем случае не ведитесь, ни в коем случае не соглашайтесь замазывать, закрашивать, закладывать акригелем такие ногти. Помните всегда, что да, может быть какой-то другой мастер согласится это сделать, сдерет деньги, но мы, мастера, должны все-таки помнить, что у нас первое и одно из немногих правил это не навредит. То есть я считаю, что ни в коем случае в этой ситуации нельзя было покрывать такие ногти, как бы клиент не просил. Очень интересно, как бы поступили в данной сложившейся ситуации вы, покрыли бы или все-таки нет. Итак, мы все-таки решили с клиентом выполнить процедуру зачистки. После долгих уговоров я объяснила, что так будет намного лучше, что первая наша задача и самое главное это отрастить здоровые ногти. Здесь я вам вставлю фотографию, как выглядели ногти раньше и, кстати, на этой клиентке я сняла не одно свое видео с интересными дизайнами и вы ее видели и видели эти ногти, если давно на меня подписаны, но сейчас вы бы их даже не узнали, если я бы вам об этом не сказала. В общем-то, как объяснил мне клиент, перчатки периодически рвутся, все равно периодически смола контактирует с кожей, контактирует с ногтевой пластиной. И еще клиент сказал, что зимой были ужасные также трещины на пальцах, но сейчас они немного прошли. Честно сказать, трещин я не увидела, но когда увидела в каком состоянии ногти, была в очень-очень большом удивлении и это очень мягко сказано. Кутикулу срезали, положив ножницы практически полотном кверху и осталось нам поработать только шариком. Я взяла не алмазный шарик, а твердосплавный, так как ногти очень сильно утолщились и также вот эти большие карманы, в общем, быстрее их было убрать твердосплавной фрезой. Это фреза от КМИС, почему-то многие не знают, что у них такие есть. Я использую такие фрезы для раскрытия трещин также в педикюре и использовала для зачистки анихолизиса. Очень многие мастера, я знаю, боятся это делать, но на самом деле в этом нет ничего сложного. Что самое главное? Самое главное это идти по кромочке, естественно, не давить на ногтевое ложе и не ставить большие обороты. У меня в этом случае обороты где-то были 5-8 тысяч, не больше. Видео немного ускорено, вы всегда должны это понимать. То есть процедура проходила максимально деликатно и ни один раз клиент не почувствовал дискомфорт. Я специально спрашивала, потому что знала, что это видео будет иметь больше такой информационный характер, нежели какой-то поучительный. Но в любом случае каждый мастер должен знать, что он может это сделать, если будет максимально осторожным, если будет уверен в своих силах. В общем-то процедура зачистки длилась очень даже недолго. Естественно, это нужно уметь, естественно, нужно понимать, что нельзя ни в коем случае перепиливать кожу. Нам нужно только идти аккуратно по кромке ногтевой пластины. Сначала мы убрали все кусачками, потом подпилили пилкой и потом поработали фрезой шарик именно твердосплавный, но очень-очень маленький. Забафили всю ногтевую пластину и сейчас наносим уход. Наношу я молекулярное масло от Smart. Из рекомендаций, которые я дала домой, это естественный экстракт монарды, втирать в ногти. Но, честно скажу, по опыту 50% только прибегают именно к лечению. Очень многие клиенты просто приходят, им что-то делают, и они уходят и думают, что без их помощи все у них отрастет, все прирастет. Но давайте будем с вами реалистами. Хобби никуда не ушло, лечения практически никакого нет, соответственно, пока говорить о каких-то улучшениях я не могу. Напишите, пожалуйста, интересно ли вам увидеть продолжение данного ролика. Честно скажу, клиент у меня еще не был, но надеюсь, что ситуация хотя бы немного улучшится. Втираю масло в кожу и также в ногтевую пластину. Обороты очень маленькие, 3-4 тысячи. И вы можете видеть небольшие покраснения кутикулы, но они у нас начались еще даже, когда я начала двигать кутикулу пушером. И вот с таким вот результатом я отпустила клиента домой. А теперь главный вопрос. Как вы думаете, клиент ушел довольный или все-таки нет? Честно скажу, мне кажется, что клиент ушел недоволен. Наверное, потому что я не наляпала гору материала на ногте. Может быть, потому что не покрыла цветом. Ведь клиенты, когда к нам приходят, они видят страшненькое до и суперское после. А тут, ну знаете, очень спорный вариант, хорошо это или плохо. Я считаю, что я справилась на отлично. Для меня, прежде всего, здоровье ногтей клиента это самое главное. А то, что мы не покрыли цветом, то, естественно, это долгий процесс реабилитации. И я сейчас сама хожу, кстати, с синячком на большом пальце. И ни в коем случае не буду покрывать, буду ждать, пока у меня все срастет. Напишите, пожалуйста, ваше мнение об этом видео. Что вы вообще думаете, были ли у вас подобные случаи. Может быть, были случаи, когда вы боялись это сделать. Мне будет очень интересно, очень жду от вас обратной связи. С вами была Татьяна Сидоренко. Не забудьте поставить лайк, если это видео вам понравилось. Всем пока!